Лёня, а ты во всех машинах сегодня ездишь, да? Смотри, Русь, а на тебя похож? О-о-о! Уже обрили! Блин, на какого-то... Ты на кого-то из фильма похож. Ну, встаньте рядом. Что-то сегодня с запчастями от патруля и с самими патрулями проблемы. Да? Что-то... Что сломалось, Крис? Не заводится. Не заводится? Генератор, генератор. Да ёхан и бабай, что-то ты... Где плюс, где плюс? Это минус? Сегодня кроме тебя кто-то застревал ещё или нет? Ты! Я нет. А, я... Ну, ты ж помогал. Так, отходи, отходи, Руслан. Подъезжает прикуриться. Каждый раз танковый новый генератор. Да? Всё, сюда больше не поедем, значит. У меня каждый раз что-то тоже новое. Так, прекратите снимать каждый шаг наш. Патрул гивно. Не-не, просто это. Где тут пишешь? Видишь, что-то... Клемма толще. Которая толще, это плюс. Смотри, это толще, чем это? Знает. Да. Чужих руководит сюда. Да, ставь, всё, правильно, вставляй. Заводи, Жень. Ты уверен? Да, заводи. Не уверен. На аккумуляторе нарисовано должно быть. Возьми, вытри, а столичь. Да нет. Да уже бы искры шли, всё нормально. Да, вот этот минус он нарисован. Бородач, хорошо, что ты у нас... Ищезрение осталось только у кого-то. Да. Завелась уже одна. Снимай провода. Давай, бей. У нас и твой, пока. Ну, генератор. Да-да, минус сорок, хотя бы. А? Минус сорок, хотя бы. Отдавай мне задний мост, у тебя всё равно машина не заводится. Бля, почему ты генератор, одно разом, генератор пишешь? Каждый раз так полный. Я такие стартеры покупал, эти самые, эти 50 долларов на шиширу. По голоду ездишь, всё нормально. Доезжаешь, пидо первой воды, всё, вперёд. Так ты не заезжай в лужи, объезжай. Макс, смотри, приехал, вообще даже машина не испачкалась. Дай оборона, тысячи две. Крис, глядя на наклейку этого аккумулятора, ему лет 500. Тут на Криса наклейку, посмотрите. Пускай стоит за... На самого Криса, покажи паспорт. Поехали. Дай 2,5 заборок. Зачем он заборок? У меня нахуй не заборок. Всё, завёлся. Я знаю, где аккумуляторы продают, Крис. Я знаю, где продают аккумуляторы. Да, я включу. Так, всё, завелись. Едем дальше. В такой же положении. Тут где-то в группе надо... Сейчас. Найти где лагерь. Где-то поворот недалеко. Так, чтобы мы встали на маршрут или пока нет? Чтобы там электричка нас не врезалась. О, всё нормально, идём. Встали в колею. Да, срезало. Оставить или открутился. Ну, скорее срезало. Удар был жёсткий. Ютуб уже нас увидел. Теперь нам легче, конечно. Тут и контент свежий. Витя, это, кстати, витя, это как он. Витя, непонятно. Какой профи, смотри, и снимает, и задом едет. Да. И комментирует. Три в одном. Сейчас смотрю, повышенный. На повышенный? Что это даёт, если он едет на повышенную? Костюм. О, выключил пониженные обе. Всё, нормальная скорость теперь мы. Да, мы так в Крым можем ехать спокойно. Или на Кенбургскую косу. Да? Витя выходной. Не, Витя на работе всё время работает на износ. Вроде ушёл с афроудок, бляхерам подался. Наверное. Да, да. Купил 8 евро блях. Сейчас ремонтируют их. Ну, задом достаточно комфортно идти, если бы сзади ещё... Можно заднюю дверь открутить, чтобы хорошо видно было. И просто смотреть назад и ехать. Интересно, он так и домой будет ехать? Да, интересный фильм, я думаю. Захватывающий сюжет. Яна снимает там. Не видишь? Где-то скоро камень должен быть, об который мы на залу пазли рулевую рейку разломали на две части. Ну, так привыкно, удобно будет ездить. Неплохо идём, уверенно. Макс с Яной хитрые. Чё б не сняться в кино на шару, да? Фильм хороший, свежий. Да, что-то. Раздатка. Много месяцев на воде. Ну, как-то ей тяжело уже. Пока работает немножко, выбивает временами. Для съёмки так удобно, да, вообще? Если б не сломались, мы бы и не узнали эту нормальную тему. Так, надо зеркало мне поднять. Там Volkswagen стоит. Как-то близко мы к нему или нет? Едет там. Volkswagen просто тут заблудился. Тоже на танково. А, нет, домой едет. Я думаю, люди точно не понимают, почему едет. Семеновик ещё раз назад обвернулся, посмотрел домой. Что за эксперименты? Областные номера. Потому что ты бегаешь. Где бегаешь? Скорая, на стороне. Ну, передом чуть скорость выше. Вот это недостаток. Это и по танковой можно и задом. Проходимость нормальная, да? На переднем приводе. Ну, лучше, чем бегать, чтобы большинство не дороже, да? На полном, да? Здесь представлены, да. Этот бы не проехал. Кто? Discovery? Ну, на хороших шинах, может, и проехал бы. На этих, конечно, нет. Егор, ну как же? Ты там посматривай сзади в окно, контролируй. Ты вперёд смотрящий сегодня у нас. Егор. Ну, так сосредоточься. Надо помыть окно будет, да? На привале. О, блин, нас обгоняют. Не, ну это позор. Ну, какой-то серьёзный спортсмен. Олимпиаду готовится, пока карантин, наверное. Ушёл от нас, ты видишь? Открывается. Что, добавлять может? Егор, там деревья вдруг будут дорогу перебегать. Кричи, если что. О, где-то вот тут рулевую рейку мы сломали. На вот этом прямике, который сейчас за спиной у нас. Где-то тут камень торчал. Вот, мне кажется, на него сейчас наезжаем. Рейка лопнула на две части. Дорога широкая. Так, где-то поворот к лагерю уже близко. Сейчас будем искать. Да, за 10, за 11 лет оффроуда так мы ещё не катались. Может, это лафет на лафет. Какой лафет? Мы ещё не купили лафет. Ну, блин, трак колеса были заезжать. Так у нас задний мост не крутится. А задом заехать? Да. Было уже дело такое. Мы как-то эвакуировали. Задом заехали. Причём в темноте. Потом по-светлому. Тут это и было. Тут это и было, да. Кстати, Антон помнит. Не, мы спели там, что мы заехали. Задом мы как-то заскочили в темноте, в перепугу. Без рулевой рейки. Без рулевой... Да, что-то мы там рулевое, да, поломали? Да. Рулевая тяга, наверное, лопнула. Не, рейка. Рейки нет, больше. Не, рулевой карданчик. А, рулевой карданчик лопнул, да. Есть что вспомнить. Так, сейчас я выключу пониженную. Так, Яна, Яна пилит контент. Руслан, ну как тебе? Да нормально идём. Устал уже? Нет. Нормально? Да. Да боюсь поворот, который не проскочить. Скорость бы высокая, аж видишь. Нет, ровно и не может красиво. Так, всё, нашли точку лагеря. Полтора кмэ пишет, да? Да. Через сколько? Через Российский садик. Ну, я вовремя как раз достал. Я помню примерно, что где-то здесь. Недалеко. Ну, отъездил очень много лет он. Как я поставил, в заднем мосту меняли только подшипник. За всё время. И всё, больше ничего. Блин, лачете я не видел эту. Чёрт, по танковой удобнее, конечно, как-то ехать, чем по дорогам общего пользования. Я же тебе говорю, что там, когда мы доедем, добавим вовсе, я не понимаю. Да доедем, оно недалеко. Вот так? Да, да. Ну, да, идём. У столбы сзади. Штурман сзади следит там. Что, далеко поворот? 400 метров. Ёхан и бабай. Егорчик, смотришь, столбы, видишь, я ударился об столб. А ты не говорил. Ну, ты же смотри заранее. Ещё колесо нам сейчас пробить об столб. Да, звуки какие-то были сзади. Ещё на прошлом оффроуде. Такие они нехорошие. Я помню, что тут узкое место со столбами, но тоже не заметил его. Что-то они туда, куда-то нас ведёт. Честно говоря, лагерь, думал, не здесь. Куда-то, наверное, точка лагеря неправильная, наверное. Не, куда-то нас просто на асфальт вывело. Так, развернулись, чуть проскочили что-то мы. Координаты некорректно иногда вводятся. Показывала за переездом. Ты видела, оно на сторону третьего участка танковой вело. В резиновых сапогах зимой ужасно холодно. Даже в тёплых носках просто жесть. А, у нас температура высокая. Надо долить водички. Это где эта точка? У тебя ж ты же открыл. Ты открыл, я ничего не открыл. Непонятно, что-то навигатор. Опять не даёт точного места. Давай в другой забьём телефон. Вперёд смотрящий у нас сзади сидит. Вот тут смотрит и подсказывает. Скорость 3? Она пониженная. Да, плохо, когда машина ломается и не едет вперёд. В принципе, чем вообще не едет, то так лучше. Спортсмен. Чехол на руль просто не одели новый. В этом и проблема. Да? Руль немножко великоватый. Она за лупазу. Так. Что там? Продолжаем движением. Надо было разминуться Криса. Крис поехал к суровому. Чиниться. А мы дальше едем в лагерь. Что-то как-то. Что там? Это самое узкое место. Что там, Егорчик? Стол где-то здесь. Дорогу нам перебегал в прошлый раз. Или мы его уже проехали. Где-то уже лагерь близко. Я, в принципе, там и думал. Но что-то координаты сбили. Раньше было проще. Говоришь, где поворот. Примерно. И находили всегда. Один из навигаторов говорит, мы прибыли к месту назначения. Но тут явно никого не видно. Да, этот поворот тут я и думал, в принципе. Странно, что навигатор не знает это место. Навигация, наверное, не понимает, когда ты едешь задом. Ты понимаешь? Да, сынок? И, видно, ведет в другую сторону, наверное. Где машины? А где поворот? Поворот где-то должен быть. Где поворот, Жень? Где-то поворот. Не прошли чуть-чуть? Думаю, что нет. Он, наверное, где-то далеко там. Ну, задом потихоньку доедем, я думаю. Домой надо просто пораньше поехать по-светлому. Все нормально, доехали. Ну, мы доехали фактически на месте. Сюда уже не будем, да потом не развернешься. Красивый лес.